всем доброго времени суток продолжаю серию фак вопросы ответы по лечению ревматоидного артрита очень часто мне под видео задают вопросы о питании и о том как правильно питаться что пить как есть чего делать по поводу питания я вас полностью и безоговорочно отправляю на канал Виталия Семеновича Островского его видео просто неповторимы его рецепты просто неподражаемые манеры исполнения тоже я в принципе смотрю на то что делает он и делаю то же самое поэтому не считаю нужным пересказывать всю работу которую производит Виталий Семенович еще раз повторю отдельно что когда лечилась я по методу неумывакина именно перекисью водорода и содой я не меняла питание и уже рассказывала почему и собственно говоря почему я пришла к тому что мне нужно менять питание это я тоже же вам рассказывала в отдельном ролике этот ролик посвящен ответу на вопрос по поводу кефира очень часто да я говорю о том что отказываемся от молочного отказываемся от мясного отказываемся от мучного и от сахара но тем не менее люди спрашивают а что же делать с кефиром потому что здесь на самом деле вопрос то сложный неумывакин рекомендует кефир но такие мастодонты как например Юрий Андреевич Фролов или там Виталий Семенович Островский они говорят о том что молочный жир вообще категорически запрещен к употреблению что же касается кефира здесь однозначного ответа нет я вас разочарую я для себя исключила полностью и кефир и молоко и все на свете вот это вот молочное потому что я тоже придерживаюсь точки зрения что все-таки молочный жир тяжеловат для моего организма на себе я проверила именно так что как только я начинаю употреблять какую-то молочную продукцию там допустим тоже недавно вот болели мы кишечным гриппом всей семьей и там рекомендации именно для лечения кишечного гриппа это как можно больше пить воды и значит чтобы это все выходило и восстановление кишечной микрофлоры с помощью обычного кефира в принципе я на себе могу отметить огромное количество прыщей на моем лице то есть сразу же организм отреагировал очень плохо и что сразу начал выводить вот это вот все на лицо везде грубо говоря очень неприятно это все было то есть я для себя поняла что кефир я уже больше пить никогда не буду потому что в принципе без молочного я спокойно обхожусь и ничего страшного в этом не вижу я его заменила на не молоко овсяное молоко которое я обычно покупаю в фикс прайс вот значит по поводу кефира однозначного ответа нет тут уже вы сами решаете для себя будете ли вы его употреблять или нет не умывакин говорил да иван палыч что лактобактерии пифидобактерии уже переработали этот молочный жир он уже не такой трудно усвояемый для организма и несет в себе огромную пользу да а грубо говоря там как на кавказе вот кефир же на кавказе вроде как изобрели в горных районах вот оттуда идет вот этот вот самый рецепт незабываемый именно самого настоящего кефира и он рассказывает о том что это все безумно полезно и все такое но с другой стороны есть куча ребят которые говорят о том что на ютубе у нас здесь о том что это вообще не очень то так сказать полезно и на самом деле это все очень вредно именно употребление молочного жира и животного жира вообще в общем в целом частности и кефира тоже поэтому тут не могу сказать вам и пишу всегда в комментариях что есть два лагеря какому лагеря примкнете вы я честно не знаю но знаю точно что для восстановления микрофлоры после там допустим длительного приема антибиотиков например прописать какой-то linux выкиньте этот linux и можете пить простой кефир это все то же самое только стоит совершенно других денег вот поэтому надеюсь по поводу кефира я сказала что я на эту тему думаю по поводу потребления воды точно так же по неумывакину я говорила за 10-15 минут до еды выпиваю я вот сейчас купила себе такую классную кружечку написано время detox и здоровье здоровый здорово короче вот у нас такой трубочкой у нее прикольный такой как это сказать она стеклянная у нее прикольный дизайн интересно и детки у меня тоже и постоянно в руки вы берут здесь 480 миллилитров то есть примерно если я ем три раза в день я выпиваю за 10-15 минут до еды по стакал по вот такой вот чашки и все и моя норма в принципе в полтора там если перед сном я еще там сколько-то выпив полтора литра вот пожалуйста заимейте себе такую чашечку стоит 77 рублей а по потреблению воды точно также по потреблению воды для лечения ревматоидного артрита очень часто встречаю что говорят что это очень полезно частности лечение ревматоидного артрита предлагает с помощью воды и доктор из индии не буду коверкать его фамилию книгу ваше тело просит воды я вам уже тоже давно не говорю поэтому питьевой режим соблюдаем петли кефир или не пить его я честно говоря не знаю решайте сами для себя лично я ничего такого не употребляю и вам не знаю рекомендовать или нет я не берусь а вот поэтому да покупайте для себя какие-то мотивирующие как это сказать вещи которые будут приносить вам большое удовольствие в вашем быту где-то на рабочем месте ли вы поставите или дома где-то вот какую-то такую посудинку которая будет привлекать ваше внимание будет вам нравится поэтому вот пожалуйста надеюсь я ответила на этот вопрос который создает последнее время каждый день несколько раз день поэтому да это видео тоже снимаю для вас надеюсь что было для вас полезно надеюсь это было для вас увлекательно познавать вот всех обнимаю вас целую пока